Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами Александра Костенюк. Я благодарю Александра и Марию Зубовых за комментарии седьмого тура. Давайте еще раз подведем итоги седьмого тура, посмотрим, кто с кем сыграл. Я покажу вам самую яркую, на мой взгляд, партию этого тура и затем подведем итоги. Итак, у нас сегодня четыре результативных партии, но все-таки одна из них, они же Гири Даниил Дубов. Нельзя, наверное, ее назвать такой уж результативной, потому что она не была сыграна. Здесь правильнее было поставить плюс-минус. Ну, эти все вопросы вы уже обсудили во время тура. Почему, как, из-за чего? Ну, а я предлагаю посмотреть партию Фабиана Каруане. Мне кажется, его победа очень дорогого стоила после вчерашнего зевка одноходового, который он совершил в партии с тем же Гири. Поэтому я называю партией тура победу Фабиана Каруане. Ее мы и посмотрим. Но другие две победы. Йордан Ван Форест победил Видита и Магнус Карлсон на классе переиграл Прагнананду. Все достаточно там быстро решилось. А вот партия Дуда Каруана была гораздо более сложной. Итак, внимание на экран. Со стороны черных, со стороны победителя я буду рассказывать, что произошло. И был разыгран Лондон. Лондонская система. Д4, конь Ф6, конь Ф3, Д5, слон Ф4. Достаточно популярная в современных шахматах. Фабиана сыграл очень интересно. Он фенкетировал слона на королевский фланг Ж6. Здесь вместо атаки в центре немедленной сначала развил слона на Ж7. Затем рокировался. Так достаточно смело он поступил, потому что все построение белых, их неторопливость с рокировкой, говорит о том, что они подумывают об атаке на королевском фланге. Особенно, особенно в свете того, что черные фенкетировали слона и вот таким вот образом создали зацепку. То есть вызвал он огонь на себя в этой партии. Неторопливо фенкетировался, рокировался, атаковал в центре С5, Б6. Конь Е5 сыграли белые, открывая где-то дорогу слону и готовя. Марш пешки Аш, конь ФД7, Аш4, конь Е5, слон Е5. И вот такая вот интересная позиция возникла. Стопорить или не стопорить фланг и движение пешки А достаточно сложный вопрос, потому что, мне кажется, здесь не удастся черным остановить атаку белых. Все равно атака белых продолжится, например, примерно таким способом могла бы партия развиваться. И, возможно, только бы усилили атаку белых черным ходом Аш5. Конь С6 решил не ходить Аш5 Фабиано, слон Ж7, король Ж7. Но тогда, с другой стороны, он позволил белым сыграть Аш5, ферзь Д6. И когда я открыла эту позицию после дебюта, честно говоря, мне показалось, что Фабиано проиграет. Особенно держа в памяти результат вчерашнего и как вчерашняя партия складывалась. Как-то атака белых выглядела грозно. Ладья по линии Аш. Еще вот ферзя бы сюда привезти на Аш4. И совсем черным может стать плохо. Поэтому ход Ферзь А4 достаточно интересный и плановый. Сделали белый. Они стремятся перевести ферзя на ферзевый фланг. Вот только одно но. Стоило ли включать ход ДС? ДС, БС, Ферзь А4. Возможно, та же идея, но в несколько другом исполнении. Предварительно поменявшись на Ц5, была бы чуть сильнее. Но позиция остается очень сложной, потому что черные будут где-то контратаковать ферзевый фланг. И если белые рокернутся в длинную сторону, идут в длинную сторону, то, опять же, длинные рокировки. Да, кажется, что атака белых должна быстрее привести к цели. Но, кто знает, король белых тоже достаточно не может чувствовать себя полностью спокойно. Ферзь А4, тем не менее, сыграл Дуда. ЦД, ЕД перекрыл возможность белому ферзю Каруана перейти на А4. Слон Ф5, конь Ф1. И здесь очень интересное решение. Ж5 закрывает, таким образом, королевский фланг Каруана. Не дает белым в будущем вскрыть линию Аш. Вскрытие линии Аш при ладе на Аш1 и короле на Ж7 может привести к очень неприятным последствиям. Но, опять же, с другой стороны позволяет пешке белых пройти еще дальше. Аш6 шаг. Конечно, белые не ходят слон Д3, потому что черные сами с удовольствием сыграют Аш6 и сами закроют королевский фланг таким образом. Поэтому Аш6, король Аш8. И сейчас, казалось бы, пешка на Ж5 очень сильно выдвинулась, и она достаточно слаба. Но, на самом деле, намерение черных достаточно агрессивное. Они хотят сыграть Ф5, Е5. И, пользуясь тем, что король белых пока на Е1 в центре, возможно где-то создать атаку. Например, на слон Д3 черные готовы пойти Ф5, но, возможно, все-таки белым в какой-то момент, вот, например, вот в этот, стоило решиться на длинную рокировку. Как-то они лихо начали атаку по королевскому флангу, а король у них так и остался в центре. Вот мне кажется, что на ход 3-0 надо было найти время и правильный момент. Вот этот момент кажется достаточно правильным, несмотря на то, что черные так оптимистично надвинули свои пешки. Они могут еще один ход пешкой вперед сделать. Но все же пешка на Аш6, она создает неприятное давление на королевском фланге. И здесь, если представить вот примерно такой вариант, то королю может в какой-то момент стать очень-очень неуютно. Белые же в этой партии так 3-0 и не сыграли. Они промедлили, вот здесь ход ферзь Б3 достаточно осторожный сделал Дуда. Е6. Опять, может быть, стоило решиться на 3-0. Да, у черных была бы контрыгра по линии Б, например, ладья Б8, Б5, Б4. Но чья атака оказалась бы старше, не знаю. Но исходя из того, что произошло в партии, это решение выглядит гораздо убедительнее. Еще интересный способ заблокировать предварительно атаку черных на ферзевом фланге указывает компьютер. А4, но он вообще смело пешками играет с идеей, если черные продолжают свой план, ходят Ф5, где-то пойти ферзь А3 в надежде разменять ферзей. Ну и если ферзь черных уйдет, наконец-то рокироваться. Опять же, позиция остается напряженной, сложной. Здесь вот так вот атаки и не видно. Со стороны белых черные выдвинулись, но стоят достаточно крепко, а что-то на ферзевом фланге они будут предпринимать. Но белые пошли ладья Д1. Они решили укрепить центр вот таким вот образом и посчитали, что король и на Е1 чувствуют себя уютно. Однако, однако, после ладья С8, ферзь С2, Ф5, движение С4, честно говоря, вызвало некоторое недоумение. Ведь, как я уже отметила, белые решили оставить короля на Е1, и, возможно, он там себя достаточно спокойно чувствовал до хода С4. Потому что этот ход подрывает центр, а при короле на Е1 это решение выглядит очень странно. Конь Е7. В этой партии замечательные переводы черных фигур мы с вами будем наблюдать вот с этого момента. Давайте смотрим, куда идет конь. Конь Е7, он стремится куда-то в район поля Ф4. Ферзь С3, конь Ж6. Конь Ф4 уже где-то в воздухе нависает. Нависает Б3, ферзь Е7. Стадия маневров. Ферзь напротив короля становится. Ж3, слон С6. Ладья оказывается под боем. Компьютер оптимистично предлагает ход 0-0. Я, честно говоря, не знаю, разбирал ли этот ход Янгшиштоф Дуда, рассматривал ли он его во время партии. Потому что, опять же, такое решение при пешках Ф2 и Ж3 и при надвинутых пешках черных Ж5 и Ф5, а также при слоне на С6, который простреливает по большой диагонали. Ну, решение смелого человека, маркироваться здесь в короткую сторону. Опять же, может быть, это было меньшим изолом, но решиться на это в партии очень непросто. Ладья Аш5 сделали ход белые. И черные продолжают свои маневры. Конь на Ж6 сделал свое дело, он ослабил пешечную структуру белых, вынудил ход Ж3, виду угрозы конь Е4. Сейчас он уступает эту диагональ слону, конь Е7, конь С2, Ф4, ЖФ, ЖФ. И король белых пытается, пытается скрыться на ферзевый фланг. Вот раньше он мог это сделать путем длинной рокировки. Белые промедлили, и сейчас вот таким вот странным искусственным способом ладья Д2, король Д1, король С1 пытаются укрыться. Но, честно говоря, уже поздно. Слон Е8, ладья Аш3, слон Ж6. Еще один очень сильный маневр. Вроде бы на большой диагонали слон отлично был расположен, но каруаном подмечает, что сейчас король переместился. И вообще вся тяжесть борьбы перешла на ферзевый фланг, поэтому и перевод этого слона выглядит очень симпатичным. Конь Е1, слон Ф5, ладья Аш1, ДЦ, БЦ, Б5 и С5, конь Д5. Все силы черных пошли вперед, и вот здесь вот буквально пару ходов могла развалиться. Позиция белых, Б4, шикарный план провели черные, и конь их внезапно, который несколько ходов назад стоял на Ж6, вдруг перемещается на С3. Слон Д3, но вот здесь стоило повременить с планом постановки коня на С3, хотя он очень хорошо там расположен, но еще сильнее было сыграть Е5. Пользуясь тем, что король белых пока стоит на Д1, и после ДЕ ферзь С6, очень сильное решение, конь С3 угрожает шахом, и белые просто не успевают перестроиться на король С1. Ферзь бьет С5, черные фигуры просто очень-очень быстро подходят к королю белых и создают решающие смертельные угрозы. Ферзь Д5, конь А2, конь Е2, ферзь Д1, что только не будет угрожать, и вот это решение могло бы выиграть партию немедленно. Но Каруана позволил своему сопернику, дал ему небольшую передышку, сделал логичный ход, опять укрепил пешку Б4 с тем, чтобы пойти конь С3. После король С1 поставил коня на С3, и вроде бы все должно быть хорошо. Е5 угрожается страшной силой, но вот эта небольшая передышка дала возможность белым фигурам консолидироваться. Король на С1 внезапно не так себя плохо чувствует. Конь Ф3, ладья Е1 контролирует пункт Е5, и оценка позиции резко упала, стала абсолютно неясной. Ладья ФД8 сделал еще один просто ход по центру, такой предсоеднотный, и выясняется, что белые, например, могли просто побить на Ф5, пойти ладья Е1. И как и что делать дальше черным, не совсем понятно. Позиция абсолютно становилась неясной, примерно равной. Дуда сыграл ферзь С2, тоже ход возможный, слон Д3, ладья Д3, ладья Д5. И здесь была интересная идея жертвы качества у белых, ладья С3, БС, но и здесь, конечно, не ферзь С3, потому что после этого белые теряют ферзя. Любую ладью можно на С5 взять и побить ферзя на С5 идея не в том, а идея жертвы качества в том, чтобы избавиться от этого неприятного сильного коня на С3 и иметь возможность сыграть ферзь Е4. Затем где-то конь Е5 по линии Ж, то есть какая-то у белых компенсация. Но, правда, опять же, насколько эта компенсация достаточно, очень сложное решение. Вообще позиционные жертвы в шахматах – это, наверное, одна из самых сложных тем. Не решился на ход ладья С3, возможно, не считал свою позицию настолько опасной Янг Шиштоф Дуду уже. Конь Е5 он сделал ход, понадеялся, что и без жертв обойдется, но выясняется, что конь уходит С3 и создает давление на пункт Д4. Что делать? Здесь партия закончилась буквально в один ход грубым зевком, но позиция достаточно сложна. Конь Д4 – серьезная угроза, и единственным ходом белые как-то могли удержаться на плаву. Им необходимо было поднять очень сложный ход ферзь Б2 с идеей на конь Д4, ладья Д4, увести ферзя с линии С. И вот в этой позиции еще пытаться как-то сопротивляться, потому что, несмотря на то, что есть угроза, безусловно, королю белых, но и король черных тоже находится под атакой белых фигур, и здесь партия могла бы закончиться на все три результата, наверное, но скорее в ничью. А вот после хода ладья А, Д1 она очень-очень быстро закончилась, потому что последовала конь Д4, ладья Д4, ладья Ц, Ц5. И выясняется, что от этих всех связок невозможно избавиться без потери материала. На конь С4 просто следует съедение ладьи на Д4, на ладья Ц4 следует ферзь Е5, и вновь что делать? Угрожает ферзь А1, угрожает ладья Ц4 и ладья Ц5, а на король Б1 выясняется, что ферзь сидит на двух стульях и теряется ладья. Вот такая вот вроде бы не сложная тактика, но недооценил это продолжение Янг Шиштоф Дуда, что-то зевнул в расчетах, и после ладья Д5, ладья Ц2, король Ц2 ЕД, ладья бьет Д5, можно было бы надеяться на то, что ладья и конь могут где-то построить какую-то стойку. Но больно уж пешки белых разрознены, и ферзь создает угрозы, тяжело их, эти пешки, которые разбросаны по доске, удержать. Ладья А5, ферзь Ф5, король Б3, ферзь Б1, усилил позицию ферзя, поставил его на Е4, пошел Ф3, и пешка приближается. Сейчас это значит, что после потери пешки Ф2 новая пешка, скорее всего, станет ферзем, и белым придется отдавать как минимум коня. Но, в принципе, в партии другая пешка стала проходной, белые не стали брать, пошли король Б5, но вот после такого изящного Б3 белые сдались, ладья бьет А2, БА ведет к тому, что пешка проходит в ферзи, но если ферзя не брать, то черные могут забрать на Ф2, могут впоследствии провести пешку Б, и достаточно легко должны довести эту партию до побед. Тоже очень сложная, неоднозначная партия, как мне казалось, вызвал огонь Фабиана Каруана на себя, но атаку, которая у белых вроде бы начиналась в дебюте, аж 4, аж 5, аж 6, все очень так хорошо и бодро складывалось для белых, но вот дальше последующие шаги правильные белые не нашли, и в итоге сами оказались под атакой, несмотря на то, что была цитнотная борьба, были шансы, Фабиана давал Иоанну Кшиштофу возможность осложнить игру и даже, может быть, где-то перехватить инициативу, но все закончилось для него победой, и это очень важно в свете, опять же, как я уже говорила, его поражения, очень досадного поражения вчера. Давайте посмотрим на таблицу после седьмого тура, экватор пересекли, 5 очков у Магнуса Карлсона, да, он победой сегодня вышел вперед, вышел в лидеры, единоличный лидер у нас появился в турнире, мастерс, на втором месте Шахрияр Мамедиаров, 4,5 из 7, ну и затем Дилеш с 3 по 6, стоя Аниш Гири, Рихард Раппорт, видит Куджати, Андрей Есипенко, на пол очка отстают Фабиана Каруана, Сергей Корякин, Йордан Ван Форест, эти шахматисты на 50% отметке, ну, а дальше пока те, у кого турнир не так хорошо складывается, челленджер, своя борьба, и завтра новый тур, новые партии, надеюсь, очень надеюсь, что Даниил Дубов выйдет и сыграет, и продолжит турнир, непростые сейчас условия, всегда все может как-то сложиться не так, как хотелось бы, но я поздравляю Фабиана Каруана и тех, кто сегодня одержал победу, и желаю тем, кто сыграл менее удачно, завтра реабилитироваться и улучшить положение в турнирной таблице. Ждать осталось недолго, восьмой тур уже завтра, как обычно, в 16.00 по московскому времени, будем следить за ним в эфире прямой трансляции на каналах Ческом Ру. Всем вам желаю хорошего настроения, хорошего вечера, не болеть, играть в шахматы, и скоро увидимся.